ребята вот получается кемеровым и прошли балла у нас 70 99 то есть был 97 при въезде кемерово сейчас вот на горках как раз хочу показать что она рубит баллы не в тех ситуациях когда то есть должна делать неправильно работает система вот я до спуска 5 километров потерял даже в районе 10 на спуске нажал педаль газа сейчас вот за счет пуска разгоняю готовлю машину к подъему больше там 40 литров не даю постепенно машину разгоняем подъем 5 процентов полный газ механика спереди опять спуски 65 километров в час газ отпустили ставили механику значит нам надо до 60 скинуть да помогаем горничком все 65 обратно набрали 67 68 не газу я ничего не делаю машина накатом идет 70 72 73 75 76 75 76 да фиг на какой он пошел а это ман 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 по сути по сути здесь вот смысла нет тоже газовать вот она сама раскатилась 82 83 здесь тоже нет смысла газовать 6 баллов дала вот когда более менее такие крутые горки когда ты горняком пользуешься она баллы дает нормально но если у тебя допустим вот были получается после кемерово участок до кольца то есть я шел как обычно получается как положено а не через азот соответственно с кузнецкой с новокузнецкой развязки ушел направо и пошел до кольца вот соответственно на этом участке там есть много таких моментов где можно просто долго очень очень долгое время катиться и тебе как бы машина сама раскатывается потом немножко замедляется потом опять начинает раскатываться то есть по экономии топлива нет смысла нажимать педаль газа вообще для поддержания какой-то определенной скорости но вот эта машина она меня поражает она начинает баллы рубить то есть вот мы тоже уже долгое время идем на горняке замедляемся потому что впереди там мостик разбитый и знак 60 вот у нас скорость 66 немножко придержим чтобы нам не превысить ага горняк включать скользит я думаю вы наверное видели она начала горняк включаться сделали тут конечно дорожку прикольно стало от кемерово на юргу я имею ввиду все добавляем топливо на 11 передачи будем заходить то есть по холодной местности у меня на этой машине сотки не получается держать пока не знаю в чем причина на 11 ставим механику должен зайти на 11 до 10 вот и это так 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 Подачу топлива немножко убавляем. Ставим обратно в автомат. Повышаем передачу. Расход 37, кстати. То есть вот мы сегодня, получается, проехали 352 километра. Средняя скорость 62. 37,1. Расход 23,1 литра в час. Выстратили 131 литр. И вот, получается, 200 грамм добавилось холостого в Кемерово на светофорах. Здесь, по сути, не стоит вообще, в принципе, притормаживать. Она сама раскатится. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. Здесь уже газовать смысла нет. Здесь она сама закатывается. Видите, 3,5 звезды. 2 балла минус. Хотя я вообще не газовал. То есть вовремя отпустил газ. Машина сама раскатилась. Ну да, может она более интенсивно раскатилась, чем, допустим, это положено. Но сам факт, я не притормаживал. Еще один спуск. Вот опять же она с 70 там разгоняется до 80. Здесь вот я подкидываю топливо. Чтобы 85 у нас было начало подъема. Все, полный газ. 4,5 звезды. Еще балл забрала. Опять отпускаем газ. 82 скорость. Все, потеряли 6 км в час. Блядь, еще дорожник у нас тут. Помешал нам немножко. Вот опять получается, смотрите, спуск. На этом спуске вообще нет смысла отпускать педаль газа. Наша задача за счет спуска машину разогнать до 85. На 1300 повышаем передачу. И на 12 машину разгоняем. Именно за счет спуска. Все, 82 разогнали. Подачу топлива убавляем. Сейчас, короче, до границы Новосибирской области доедем. Пойдем покушаем. Уже, короче, время у нас вышло. Но тут останавливаться негде. Поэтому нарушаем немножко. Короче, ребята, прошли мы Новосибирск. 8 часов 41 минута времени. Рабочего прошло. Поэтому, короче, встаем на стоянку. И вон на аварийке едем. Короче, у нас и туманки задние перестали гореть. В Кемерово не получилось сегодня сделать. Только на завтра был. Свободный электрики. То не факт, что с утра возьмут в работу. Новосибирский тоже. Там куратор скидывал. Ну, короче, так я не дозвонился. До этого сервиса. Либо телефон неправильно указан. Либо что. Все, короче, Новосибирск прошли. Нам до Омска до выгрузки 600 километров. Завтра в течение дня по светлу уже поедем. Расход 34,8. Посмотрим общие. Хочу сверить, кстати, показания ДОТ и показания автомобиля. То есть, вот мы обнулялись 6-го, 12-го. Вот, 857 километров. 63 средняя скорость. Это от Красноярска. 34,2 на данный момент расход топлива. Ну, я думаю, завтра его до нормы однозначно уроним. Если, конечно, ветра не будет, там, с погодой, все нормально. 293 литра, 200 грамм. Вот, приложение у нас показывает. Остаток топлива, 776. Так, сейчас посчитаем. Было у нас. Ой. 1070. Минус. Что там? 770. 776. 776. 294. Ну, практически одинаково показывает. Причем, это, парни, с учетом фена. Вот. То есть, я на этой машине сам корректировал расход. Вот, заезжал в Scania центр. Она у меня подвирала. И вот, соответственно, здесь расход с дутами совпадает. То есть, то, что показывает автомобиль, то и по дутам идет расход. Ну, не считая, конечно, разницы по навигации. Ну, все, короче, душу отвели. Задница квадратная. С непривычки. Поясница что-то заболела. Вот. А так, в целом, настроение хорошее. Погода не очень. Сегодня вот до Кемерово 0 было. Ближе, короче, сотку от Кемерово отошли. Начался минус 1, минус 2, минус 3. Сейчас минус 4. В Новосибирске. Все нам, короче, завтра до Омска. 600 км до выгрузки, до точки. Ну, и не знаю, куда мы дальше поедем пока. Такие пироги. Может, на моечку заедем завтра в Омске. Посмотрим по ситуации. Ладно. На связи. Не прощаемся. Короче, выгрузились мы в Омске. В приложении загружают ТН-ки. Вот как зависло, 59%. Уже минут 5, наверное. Что-то не грузит. Вроде и интернет, ЛТЕ горит. И нихрена не загружает. Не знаю, что с ним делать. Вот. Короче, получается, задание вроде у нас есть на завтра. Поэтому сейчас спокойно поедем. Помоем машину. Сделаем запаску. Все, короче, в порядок приведем. И завтра в Сомске грузимся на запад. Не знаю, еще ничем грузиться будем. И куда конкретно поедем. Короче, как-то так. Здесь сюда шел, получается, весогабаритная рамка показала. Что у нас превышение что-то там габаритов. Ну, полностью не успел прочитать. Сейчас на обратном пути посмотрим. Если он опять рамка зафиксирует, значит, не габарит какой-то по высоте там или по длине. Колонику позвонил, он сказал, не парься. Часто бывает шестнари показывать не габарит. Если он так радует, то cheering меняет. Что, если вот кажется, на платежи, то получается эта советская правая часть. Вот, которая из automа предлагает. О, есть контакт. Завершить. Завершить заказ. Что, посмотрим? Вот, есть. Раз, два, три. Три дуб точки. Короче, подъезжаем к загрузочке. Едем по Омску. Со стоянки выехали. Вот уже получается баллы у нас так и есть. Как от Новосибирска. Холмистая местность. Там последний, грубо говоря, спуск-подъем я прошел. 75. Средний балл. За холмистую местность. И, ну, 100% за предвидение. Так и остался. Ну, вот, двигаемся по городу. Соответственно, хочу немножко поснимать. Именно посмотреть, допустим, да, будут ли какие-то ситуации, в которых у нас будет роняться балл в городе. Светофоры, пробки, маршрутки и так далее, и так далее. Вот нам 9,6 километров осталось до выгрузки. Ой, до загрузки. До поворота налево. Такие пироги. На улице минус 7. Вчера с вечера потеплело. Погода шепчет. Погода шепчет. Хотел сегодня поговорить на такую тему. Уже несколько парней, шоферов позвонили с возмущением под суп. Ну, и, соответственно, обратились ко мне с просьбой поднять эту тему больную. То есть, 1 декабря подключили весь автопарк к системе ЦУП. То есть, отвязали от логистов. И, соответственно, через ЦУП все проблемы, вопросы по загрузкам, по выгрузкам решаем. Я, соответственно, в приложении только сейчас вот начал работать. То есть, до этого, пока я работал водителем, я в приложении не работал вообще. В принципе, машину я привязал в Красноярске без проблем. Путевой лист, как только выдали мне. Машину я привязал. На точку приехал, выгрузился. Статусы проставил все. Соответственно, сразу же прилетел заказ на загрузку. Единственное, что я выгрузился вчера, получается, где-то ближе к обеду. Погрузка у меня была на сегодня, на утро. Поэтому поехал на Армейский. На нем опять заночевал. Помыл машину. Колесо так и не сделал. Короче, на одну шинку заехал. Он говорит, мы боковые не делаем. Следующая шиномонтажка только на выезде. Шинная лига на выезде в сторону Тюмени, Сомска. Ну, соответственно, 50 километров ехать туда ради того, чтобы сделать колесо. Не вижу смысла. Другие туда-сюда нарезать не стал. Поэтому сейчас загрузимся. У нас пешки никакой нет. Выгрузка у нас только в понедельник перед Челябинском. Ну, вот, соответственно, либо там будем делать колесо. Либо уже, наверное, в Уфе будем менять это колесо. То есть, его, чтобы понять, можно ли его сделать или нет, нужно разобрать его. То есть, там боковой порез где-то в середине покрышки. Непонятно чем. Либо камень там между колес попал, либо что. Хрен его знает. Ну, короче, нет. Не важно. Так вот, парни, по поводу ЦУП. То есть, вот, общался с людьми, которые уже с августа или там с сентября, с октября с ЦУПом работают. В принципе, у них проблем нет. Проблемы в основном возникли у тех, кто только-только подключился. То есть, вот, подключили просто сразу слишком много машин, я так понял. Ну, это лично мое мнение, да. То, что надо было подключать, наверное, постепенно, по 100 машин, допустим, там, или по 500 машин, там, в неделю. И постепенно-постепенно это все отлаживать. Так как подключили сразу практически весь автопарк, то просто произошел сбой. То есть, ЦУП не справляется с объемом машин, вопросов, звонков и так далее, и так далее. Вот, соответственно, из-за этого проблемы. Ну, тут как бы высказывайте свое мнение, что вы думаете по этому поводу, потому что очень много из знакомых вообще, в принципе, уже собираются уходить. Вот именно из-за того, что нету пробега. То есть, из-за того, что в декабре месяце по 2000 пробег, по 3000 пробег. То есть, у нас сегодня 10 число, а пробега ни хрена нет. Соответственно, у нас же зарплата с колеса за простой там, ну, копейки. Ничего мы там не зарабатываем на самом деле, на простой. Вот, поэтому комментируйте, что вы думаете по этому поводу. Если кто-то с ЦУПом уже давно работает, тоже, как бы, выскажитесь, были ли у вас проблемы там изначально, да, и когда все наладилось. Вот, то есть, надо понять, у какого процента водителей проблемы с ЦУПом и основные проблемы, да, то есть, что вообще с загрузками именно проблемы, не грузят, не выгружают, никто ничего не решает. Поэтому, парни, высказывайтесь к этому ролику, то есть, комментарии оставляйте, что вы думаете по этому поводу, планируете ли вы увольняться, там, не увольняться, то есть, именно из-за ЦУП. То есть, вот, тема разговора по этому ролику именно ЦУП. Поэтому, ждем ваших комментариев, ну, и, соответственно, может, через мой канал дойдет ваше мнение до руководства, ну, и, соответственно, может, они примут какое-то решение, может, там, частично переведут кого-то на старую систему, то есть, с логистом работы, вот, либо в ближайшее время, возможно, уже все наладится, процесс пойдет, вот, то есть, сегодня 10 декабря, два-три дня назад ко мне обратились несколько парней, то есть, вот, как раз на выходных, когда в пятницу ЦУП, сказали, все, переводим всех на ЦУП, выходные, много кто стоял, прямо вот я ехал тоже, да, в понедельник выехал, и видел, основные стоянки, ну, забитые ДЛКовскими машинами, тут стоят, там стоят, на регионе битком было, на армейском в Омске, машин тоже и вчера было много, и позавчера, ну, охранника спросил, я говорю, что там, ребята долго стоят, он говорит, ну, вот, на выходных, как бы, много машин стояло, по сути, как бы, сегодня, вот, типа, начали уже разъезжаться, то есть, ну, это было, получается, среда, не потеряли балл, перед нами, прямо заморгал, заговорился, цифры не смотрел, ладно, в общем, загрузимся, посмотрим, что-то наш, там, с каким расходом пришли, пустые, и так далее, ну, и включимся, не прощаемся, короче, загрузились мы, не торопимся, потому, что там горит красный, короче, тоннаж у нас, получается, 6, машина показывает, 6 тонн, но она врет, на 10%, поэтому, где-то около 7 тонн, вес у нас, соответственно, три точки выгрузки, боковушка была опять, и на каждой точке, я так понял, будет, именно бок, такие пироги, вот, баллы, так и есть, я, короче, обнулил, получается, второй бортовой компьютер, то есть, третий не стал трогать, вот, 6 километров мы проехали, пока скорость 13 километров в час, 3,3 литра истратили, получается, 800 грамм истратили на холостых, то есть, ну, пока с базы выезжали, пока туда-сюда, то есть, вот, 15 минут у нас холостого хода на данный момент, вот, соответственно, здесь я бортовой пока не стал обнулять, сегодняшний, завтра уже обнулю, получается, с утра, то есть, я ежедневно, основной, первый, который бортовой, я, короче, не от загрузки до загрузки обнуляю, а именно, с утра обнуляю, чтобы понять, по какому, допустим, маршруту, где я двигался, с какой скоростью, и так далее, пошагали, короче, за Урал, у нас первая точка выгрузки перед Уралом, и, соответственно, Урал пойдем налегке, посмотрим, насколько она экономичная будет, с легковесом, будем ли мы вкладываться в норму, до Урала, по Уралу, и так далее, в городе нет смысла интенсивно разгонять машину, старайтесь уже педалью работать более плавно, нет смысла их догонять, потому что все равно где-то начинают лезть, то машина выходит там откуда-нибудь со второй степенки, то еще что-нибудь, и, соответственно, в городе нам не нужна какая-то средняя скорость, высокая, в городе нам надо как можно плавнее, как можно меньше остановок, меньше торможений, и, соответственно, с какой-то определенной скоростью двигаться, и не обязательно сразу оттормаживаться, то есть в городе на скорости ниже 40 км в час, горняк дергать уже смысла никакого нет, если, конечно, нет возможности ждать 5 секунд, и вам нужно получается, то есть кто-то вылез там, красный загорелся, еще что-то, и вы понимаете, что у вас будет однозначно полная остановка, тогда, да, есть смысл его дернуть, если достаточно просто придержать немножко машину, там, на 10, на 20, на 25 км в час скорость потерять, то горняк вам не нужен, нет смысла, вот в этих ненужных переключениях, пока просто накатом идем, так, надо норму посчитать, какая у нас норма, 7 умножаем на 0.35, равно 2.45 плюс 22, плюс 1.85, плюс 2.5, 28,8, то есть вот мы, значит, должны вложиться в норму, и 28,8 это получается с учетом уже ночевок, поэтому нужно еще получается грамм на 500 минимум вложиться, чтобы у вас был запас на ночевке, поэтому в идеале в 28 литров нам нужно вложиться на крайние точки, то есть на крайней точке у нас должен быть расход не больше, чем 28. Будем заезжать в Уфу, будем ремонтироваться, день будем, наверное, в Уфе терять, мы. Такс, да, мы. Продолжение следует... Продолжение следует... С момента выгрузки... Спешки никакой нет. Сегодня пятница. Первая выгрузка у нас через тысячу километров. Плюс-минус. К понедельнику надо быть. Поэтому... Никуда не спешим. Совершенно. Сейчас с Омска выйдем. Я думаю, наверное, где-нибудь... На уюте. Заночуем. То есть, ну... По темноте, чтобы не ехать. Потому что у нас сзади... Не горят габариты. То потухнут, то погаснут. Днем, как бы, ничего страшного. Можно ехать. Стопы горят. Поворотники все показывают. А вот габаритов нет. Задние туманки горят. Ну, что-то вот... По-моему, перед Новосибирском даже и туманки у нас пропали. Поехали. Через 600 метров держитесь левее. По-моему, перед Новосибирском даже и туманки у нас пропали. Ну, ты борзый, а! Однако. Горит зеленый. Поэтому, я думаю, что мы вряд ли успеем его пройти. Плотное движение. Все. Заморгал, отпускаем газ. Нет смысла газовать. Заморгал, отпускаем газ. Заморгал, отпускаем газ. Продолжение следует... Продолжение следует...